Всем снова привет, с вами Дима, и я думаю, что по началу данного видеоролика вы уже поняли, что сегодня я вам расскажу о самых странных режимах игры в Geometry Dash. В чем же, собственно, заключается их странность? Заключается она в том, что робот, например, у нас вместо того, чтобы иметь привычную физику, движется примерно вот так. Или то, что в уровне присутствует 10 персонажей. Да, если честно, я до сих пор не понимаю, каким вообще образом это смогли сделать. К слову, это довольно-таки удивительно, что последнее обновление вышло почти 4 года назад, но люди до сих пор умудряются выдавить из него что-то новое, и будем честны, у них это очень хорошо получается. Потому что те режимы, которые вы сегодня увидите в этом видео, это что-то с чем-то, я реально удивлен. И чтобы вы тоже видели мои эмоции, я решил показать их в лайв режиме, потому что, как по мне, это будет намного интереснее. Мне кажется, вам тоже захочется поиграть в это, но эти уровни очень неоптимизированные, и чтобы в них играть нормально и без лагов, надо иметь хороший компьютер, либо телефон. И если вы до сих пор не знаете, где это можно найти по выгодной цене, то запоминайте, показываю один раз. Залетаем на Е-каталог, заходим во вкладку «Телефоны», ставим цену от 10 до 30 тысяч рублей, и выбираем из бесконечного ассортимента понравившийся телефон. После заходим на страницу телефона и нажимаем на «Отзывы», чтобы увидеть комментарии других обладателей. Также во вкладке «Где купить» можно найти самый дешевый вариант в вашем городе. А в описании можно найти видеообзоры на товары. Заходите на Е-каталог и подберите для себя самый наилучший телефон. Так, я второй раз, в общем-то, всех приветствую, да? Мы переместили в Geometry Dash, и первым делом я бы хотел извиниться за то, что видео не было целых три недели. Я реально за это очень сильно извиняю. Связано это с тем, что, не знаю, слышите вы или нет, но у меня немного подохрипший голос. Из-за чего? Из-за того, что я болею. То есть, да, я все это время довольно-таки сильно болел. Если хотите, можете зайти на второй канал, там я расскажу, чем я, собственно, заболел, да. Окей, давайте не будем долго, так сказать, разглагольствовать, и перейдем к первому уровню. Я это все уже проходил, конечно же, потому что, ну, я все-таки не вслепо отбираю все эти уровни, поэтому, да, давайте посмотрим на первый. В первом, в принципе, ничего такого особенного нету. Просто, как бы, движется волна по физике корабля, корабль движется по физике волны. Ладно, я согласен, это реально странно. Я не понимаю, как вообще люди дошли до такого геймплея, это же, это что это, как это сделано вообще? Это же просто капец, ну, каким образом до этого можно было додуматься? Понятное дело, то, что в Geometry Dash это никогда не добавят, то есть этого можете даже не ждать, потому что, ну, например, та же волна, которая имеет скин робота, это же очень странно. Ну, просто посмотрите на вот это, это же просто капец. Тут, как бы, ничего такого прям особенного нету, то есть установлено два вот таких вот блока, это, если что, у нас корабль. Установлены муфтриггеры, которые, как бы, летят за нашим персонажем. И также установлено вот этот блок, который, как бы, скользящий, насколько я знаю. В общем-то, вот, тут еще поставили два портала, и как-то это работает. Я не знаю, как, каким образом до этого вообще, в принципе, додумались, но вот так вот это и получается, да. Так, вот мы, собственно, и переместились на следующий уровень, это у нас курс от Wave, и тут у нас куб, который выглядит как волна. Не спрашивайте, как я это нашел, зачем я это нашел, это просто капец. Так, ну этот уровень работает только в 60 фпс, и вот как это выглядит. Это забавно, это реально забавно. Так, ну мне кажется, это сделали примерно так же, то есть, давайте посмотрим. А нет, нет, тут нету никаких порталов, ничего, просто, как бы, блин, а это странно. А, так она автоматически двигается, что ли? Тут даже нажимать не надо? А зачем я кликал? Короче, это не совсем геймплей, это просто, как бы, автоматическая версия. Я немного ошибся, я это только сейчас заметил, я вам клянусь. Короче, в чем тут прикол? В том, что тут просто, так сказать, авто. Тут поставлено два блока, поставлено триггеры, которые позволяют по ним скользить, и, в общем-то, вот этими мув-триггерами просто передвигают вот эти вот все блоки, и такое чувство, как будто эта волна прыгает. Но по факту это просто, так сказать, анимация. Ну окей, это не особо интересно, я, если честно, не думал, что так получится в этом уровне, поэтому, сори. Давайте перейдем к следующему. Следующий уровень у нас вот такой вот. Это, так сказать, управление большой волны. Ну, я бы это так назвал. В 2.2 это точно не добавит, но в 2.3 я, конечно, ставлю это под сомнение, потому что, ну, как вы знаете, есть маленькая волна. У нее управление примерно вот такое. Есть стандартная волна, вот у нее вот такое вот управление, я думаю, вы все это знаете. И если как бы добавят портал масштабирования, то есть, чтобы волна та же самая не уменьшалась, а становилась больше, то, мне кажется, управление у нее будет примерно вот такое. Ну, это моя теория, как бы, пишите, что думаете по этому поводу. Но, опять же, если это добавят, то это будет очень даже прикольно. Тут, опять же, это сделано просто с помощью некоторых блоков и скользящего триггера, и, мне кажется, абсолютно каждый геймплей сделан примерно вот так, потому что по-другому это никак не реализуешь. И, в общем-то, да, вот так вот это работает. Тут, кстати, монетка, оказывается, есть. Я почему-то ее пропустил. Окей, ладно, идемте дальше. Так, собственно, собственно, я немного потерялся. Тут просто, как видите, некоторые уровни имеют одинаковое название, но, видимо, следующий должен быть вот этот. Так, тап. Угу. Кто не понял, это, так сказать... Угу. Я не знаю, откуда этот человек взял вот эту вот идею, то есть он придумал сам или взял у меня из видоса, но самые-самые олдфаги знаю то, что я примерно 4 года назад записал видео, оно было, кстати, одно из первых, и я там показывал вот такой вот режим. То есть за персонажем стоит вот такой вот дэш-орб, и когда ты его зажимаешь, то он как бы работает как обычный дэш, но на выходе он меняет гравитацию, то есть вот так вот это работает. Вот я этот геймплей показал еще очень давно, вот, кстати, фрагмент. В общем-то, сидя 10 минут в редакторе, я додумался сделать именно такое управление, которое вы видите прямо сейчас. То есть если мы нажимаем, то наша волна просто меняет направление, но если мы зажмем, то она будет лить просто прямо. И очень прикольно то, что мою идею поддержали, потому что, ну, это реально классная идея. Не потому что я ее как бы первый придумал и все такое, возможно, этот человек даже не у меня ее увидел, а сам как бы сделал, но то, что люди реально лайкают это, видят, считают это хорошим геймплеем, это довольно-таки приятно. Так, ну давайте переместимся на следующий левел. Тут у нас, что тут у нас, я, если честно, не помню. Короче, это как бы обычная волна, но когда ты отпускаешь кнопку, она резко падает вниз. Так же само, как если бы вы, например, нажали черную сферу. Вот, примерно так это работает. Опять же, не знаю, может быть это добавят, может нет. Давайте, кстати, посмотрю, как это работает, потому что, ну, это реально интересно. В смысле, а как это работает вообще? А почему персонаж падает вниз? От чего это происходит? Я немного не понимаю, если честно. Давайте вот так сделаем. А, это обычный портал волны, просто как бы у него поменяли цвет. Хорошо, а почему происходит так, что наш персонаж падает? Я не понимаю. То есть, как вообще, почему так? Это реально очень странный геймплей. Я думаю, это не добавят, потому что, ну, не знаю, мне он не очень понравился, честно. Так, теперь давайте посмотрим вот этот уровень, что у нас тут. Короче, это обычный свинкоптер, но он просто немного быстрее меняет гравитацию. И этот геймплей не добавит 100%. Потому что смысл добавлять точно такой же геймплей, у которого чуть-чуть другая физика. Ну, какой смысл? Это то же самое, что добавить, допустим, второго робота, который будет просто чуть повыше прыгать. Ну, зачем? Нет смысла от этого. Типа, ну, вот этот геймплей точно не добавят, я в этом уверен. Потому что, ну, опять же, это обычный свинкоптер, но он быстрее меняет гравитацию. Ну, это бред. Так, ну, хорошо, оценили мы этот уровень. И у нас, как я понял, уже последний. Как-то быстро мы до него дошли. Видос идет всего 15 минут, но мы уже на последнем левеле. Это довольно-таки прикольно. Короче, у нас есть вот такой вот попрыгун, так сказать, да, который просто прыгает. Но, когда ты нажимаешь, то он резко падает вниз. И с помощью этого можно как-то интересно им управлять. Вот это вот реально прикольно. Не знаю, как вам, но если не считать геймплей, который я вам показывал ранее, там, где присутствует Dash Orb, то вот эта задумка, она реально самая интересная. То есть, ну, блин, ну, этот геймплей я еще нигде не видел. И мне кажется, если я это добавлю, то это будет реально интересно. Так, я вас немного обманул, это был не последний уровень. Следующий у нас Dolphin Game Mod. Дольфин, Дольфи, да. Ну, я, если честно, не понимаю, в чем его прикол. Типа, ну, по сути, это обычный корабль, но он как-то по-другому управляется, что ли. Но это, опять же, тот же пример, который я приводил со свинкоптером. То есть, вообще, задумка довольно интересная. То есть, у нас такой Дольфин, ну, это прикольно, согласитесь. Типа, но чем он отличается от того же корабля? То, что он немного побыстрее поднимается вверх, но я сомневаюсь, что это реально добавит. Потому что, как я приводил пример со свинкоптером, с роботом, то есть, зачем добавлять тот же самый геймплей, у которого чуть-чуть изменена физика? Ну, просто смысла от этого нет. Поэтому, да, задумка, конечно, прикольная, но я думаю, это не добавит. Я даже понимаю, как это сделали. Тут просто поставили D-sharp, который поднимает немного вверх. И, в общем-то, вот так вот он работает. Ладно, пожалуй, на этой ноте я хочу закончить. Еще раз извиняю то, что видео не было так долго, и по итогу вышло такое вот простенькое видео. Но, ребят, я болею, я очень серьезно сейчас болею. Вообще, при моем самочувствии нежелательно вообще, в принципе, что-то записывать, а делать какие-то видосы, вообще, хоть как-то себя нагружать. Но я все-таки решил вас чем-то порадовать, что-то записать. И я надеюсь, вы это оцените. Под конец видео у меня появилась такая идея. Кто не помнит, у меня была вот такая вот рубрика. Тут я просил вас построить какие-то уровни, и дальше на видео я их проходил. Это были не обычные уровни от подписчиков, а с каким-то, так сказать, мотивом. То есть вы там строили что-то уникальное, так сказать, да? Короче, я бы хотел, чтобы вы сделали какой-то уникальный геймплей и выложили этот уровень под названием Nellis GM. Мне кажется, эта задумка будет реально интересной. Мне хотелось бы увидеть, на что вы, в принципе, способны. То есть вот я, кто не понял, вы строите уровень, выкладываете его под вот таким вот названием Nellis GM, сокращенно гейммод. Я захожу и просто-напросто оцениваю. Тут просто плюс в том, что уровни будут не особо длинные. То есть в прошлом видео уровни были где-то по одной минуте. Поэтому все оценить я просто-напросто не смог. А тут как бы вы просто строите гейммод. Я быстренько посмотрел там, посмотрел там. И, возможно, у меня даже получится пройти все уровни. Ну, опять же, смотря сколько вы построите. Если там уровня будет 50, то, ну, да, я смогу оценить. Поэтому вот, поспешите, потому что следующее видео выйдет на следующих выходных. То есть ждать тут не особо много. И вы, скорее всего, попадете в видос. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Давайте наберем 10 тысяч лайков. Я надеюсь, у вас это получится. Также подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления со стримов, с видосов. Кстати, стрим будет сегодня. Поэтому, ребята, еще раз всем со всеми за просмотр. И я заканчиваю. Всем пока. Я пойду спать, потому что мне так плохо. Вы просто себе не представляете. Вот знаете, я в видосе как-то каким-то активным кажусь и все такое. Но по факту, блин, я так сильно болею. Вы себе не представляете. Заходите на второй канал. Возможно, я расскажу историю. Расскажу. Все. Все, пока. Я в джакузи, я в джакузи, я в джакузи, это факт. Я в джакузи, я в джакузи, я в джакузи, ты дурак. Я в джакузи, я в джакузи, я в джакузи, это факт. Я в джакузи, я в джакузи, я в джакузи, ты дурак. Мы в джакузи, мы тут тусим. Как же вкусно тебе и грустно, у меня в руках кап...